В Уральске начали применять новый метод борьбы с бродячими животными. Если раньше их уничтожали, то сейчас стерилизуют, вакцинируют, чипируют и выпускают обратно на улицы города. Подобная практика в Казахстане применяется впервые. Подробнее не расскажет наш корреспондент. Ежегодно в Уральске уничтожали порядка 5000 собак. Однако количество бродящих животных не уменьшалось. Услуги отлова вызывали много жалоб и даже имели коррупционные риски, признались в Акимате. Поэтому с Нового года бездомных животных решено не убивать. По новым правилам их отлавливают. Агрессивных усыпляют, остальных вакцинируют, кастрируют или стерилизуют, а также чипируют. Мы проводим стерилизацию. После операции обязательно, чтобы у животного не возникло воспаление, мы обязательно вводим антибиотики. После того, как операция проведена, за животным постоянный уход, наблюдение. Проверяем, насколько качественно стоят швы. Мы провели операции по стерилизации уже 109 собакам. И думаем, что в будущем это количество не будет расти. По подсчетам специалистов, новый метод позволит сэкономить и бюджетные средства. В этом году выделено 28 миллионов тенге. К слову, раньше столько же средств расходовалось и на уничтожение бродячих собак. Проводят операции студенты старшего курса аграрного университета. Для них это производственная практика. Мы не только стерилизуем животных, но и проводим дегельмонтизацию, вакцинацию от различных заболеваний. Собаке вводится чип. Все данные регистрируются в электронной базе данных. Между тем, зоозащитники призывают бороться не с последствием проблемы, а устранять ее причины. В первую очередь, они требуют ужесточить правила содержания животных и меры наказания к владельцам. Я считаю, что бродячих собак на улицах города быть не должно. Не должно. Вообще. Потому что даже будучи стерилизованными и не давая потомства, они все равно представляют опасность для населения. Главные поставщики бродячих собак на улице города – это не те собаки, которые живут в теплотрассах. Их щенки в основном погибают. Отныне все владельцы животных обязаны зарегистрировать своих питомцев и обеспечить их вакцинацию. А также стерилизацию, если не планируется получить потомство. Власти города готовы даже субсидировать расходы. Не существует такого понятия «бродячие животные». Бродячие животные – это, к сожалению, животные, которые были преданы своими хозяевами. То есть брошены. Всегда в корне лежит человеческий фактор. Будем инициировать изменения в правила содержания и выгула собак. Все владельцы были под учетом. Дополнительно принято решение о выделении средств для составления общей областной базы животных, чтобы был полный, полноценный учет. Для Уральск подобный опыт решения проблемы в новинку. Тем не менее, в течение пяти лет власти города намерены полностью искоренить проблему бродячих животных. Такие холосые. Рост от Канобала Джерлгасов, Канат Махмутов, Хабар-24, Уральск. Редактор субтитров А.Семкин